Сегодня 15 мая. Начался лед стрекоз красоток. Вот я наблюдаю большую часть синих особей. Это самцы. Это видео я снимаю для того, чтобы последующие дни наблюдать за тем, как изменится их неочисленность, то есть будет ли они увеличиваться. Обычно так и происходит. И насколько именно, хотя бы так и визуально. И таким образом можно будет в следующие годы делать выводы об изменении этих стрекоз. А стрекозы я уже не раз об этом и писал, и говорил в своих видео, что стрекозы являются насекомыми индикаторами. По ихнему количеству можно делать выводы о загрязненности или о чистоте воды. То есть вода может быть загрязнена как органикой, какой бы то ни было, так и химическими веществами. В этом году здесь появились водоросли, выросли наконец-то. В прошлом году вода была грязно-молочного цвета и солнечный свет не проникал, поэтому водоросли росли плохо. Но я сильно углубляться не буду. Просто скажу, что для общей картины и понимания всего того, что здесь происходит, я ее снимаю все подряд. Так сказать, картина как пазл состоит из отдельных частей. Так вот, чтобы собрать всю картину, нужно собрать каждую часть именно этого пазла, поставить на свое место, сделать выводы и понять то, что на ней, собственно говоря, и изображено. поэтому надо снимать все, обращать внимание на все. Каждое живое существо играет свою определенную роль в экосистеме. И стрекозы, в частности, тоже. Вот зато я тоже сниму про стрекоз. Посмотрим. Вот, если визуально, то раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, около двух десятков. Стрекоз. Где-то около пятнадцати, наверное, самцов. И самочки зеленые, около пяти особей. Вот так вот, с близкого расстояния выглядит самец стрекозы красотки. Это у него синие такие переливающиеся цвета крылья. И вот он сейчас с другими самцами соперничает за территорию, за лучшее место для размножения и, соответственно, откладки яиц. Еще он делает такие движения крыльями. То раскрывает их, то закрывает. Это сигнал для самок. Таким образом он показывает, что он самый сильный, самый крупный. И, соответственно, его гены помогут их общему потомству выжить. И, соответственно, дать потомству, дать следующему потомству возможность тоже выжить. То есть, конкуренция за самок и за место под солнцем. Вот эти водоросли, это будут самым популярным местом среди самцов. Красотки летают гораздо медленнее, чем другие виды стрекоз. У них такой красивый полет. И этим они отличаются от других видов.